Молдова, Новоаненский район, где-то между Кишинёвом и Бендеры. Здесь практически на каждом поле следы Великой Отечественной войны. Это получается река Днестр, да? Да. Эту самую реку в ночь с 12 на 13 апреля 1944 года под сильнейшим артиллерийским огнём со своей ротой форсировал лейтенант Канаш Камзин. После этого были выбиты фашисты и захвачен плацдарм на правом берегу реки. За это Камзин получил звезду Героя Советского Союза, а в небольшой деревне – Гура-Быкылуй. Его именем назвали школу и центральную улицу. Про героя казаха в самой деревне знают все. Кто он, знаете? Герой Советского Союза. А по национальности кто был? Казах. Казах, вы в курсе, да? Да. Про другого легендарного бойца казаха в Молдове знают и рассказывают и вовсе невероятные истории, в которые даже с трудом верятся. В один дот, есть информация такая, там был казах, остался он единственный в живых, закончились патроны. Немцы ушли дальше, оставили румынские войска в охранение, чтобы они охраняли этот дот, потому что должны были дать информацию, что все доты взяты. Казах продержался неделю, неделю, без воды практически, без вооружения, ничего уже не осталось у него. Дождался темной ночи, скажем так, вылез, вырезал все охранение одним единственным ножом. Более 20 румын. Сам ножом. Всех их вырезал, собрал оружие и ушел дальше на соединение с войсками. Есть информация, что он практически дошел до Берлина. Насколько это правда, насколько это правдивая история? Поднимали архивы, документы, не помню, к сожалению, фамилию. Не помнят люди, зато помнят документы. Покопавшись в архивах, мы нашли очень похожую историю. Танерберген Калилаханов, 1916 года рождения, в первые дни после начала войны в составе 72-го батальона, прикрывал эвакуацию населения из Кишинева и уничтожил 20 врагов. За боевые заслуги удостоен орденом Отечественной войны и Красной звезды. После войны вернулся в родную Алматинскую область, прожил 91 год и умер только в 2007-м. Более того, наша съемочная группа отправилась на место, где происходили события в той самой долговременной оборонительной точке, или сокращенно ДОТ. Приехали по координатам, которые нам рассказали местные, пока никакого ДОТа мы не видим. Есть поле пшеницы, поле кукурузы, поле подсолнечника. И вот есть какие-то кусты такой круглой формы. Может быть, единственный вариант только там. Давайте попробуем пролезть. Ай! Осет, осторожно, здесь колется что-то. Нашел, осет! Вот он. Остатки того самого ДОТа. Смотрите, до сих пор здесь стоит. Того самого ДОТа, где наш казах отбивался неделю от фашистов. На другом поле со своими молдавскими коллегами ищут останки солдат наши поисковики. Обычные рабочие казахстанского электролизного завода каждый год выезжают на вахту памяти. В этот раз в Молдову они привезли с собой молодежь. Ребят, здрасте. Здравствуйте. Что, нашли что-нибудь? Вильзи. А, вы с Павлодара? Наши. Ребят, а зачем сюда приехали? Ну, как видите, занимаются поисковой деятельностью. Ну, а зачем вам это надо? Чтобы история не пропадала. Весной участники молдавского поискового отряда «Август» совместно с русским историко-патриотическим клубом в этих местах нашли останки казахстанского бойца. Шесть солдат, которые лежали на дне, скорее всего, воронки. При одном из бойцов была обнаружена портупея, фляга стеклянная и сверток газетный. Это была газета, дивизионная газета. Когда мы стали ее аккуратненько разворачивать, сначала показался гвардейский значок. Это, ну, один из признаков того, что там воевали гвардейские части. Но он нам ничего не давал. То есть, ну, гвардеец и гвардеец. И последняя была отвага. Медаль за отвагу. И тут уже все. Это у нас такая, ну, то, чтобы традиция, это как бы оно происходит вне нашего контроля. Тут все ребята стали обниматься, кричать «Ура!» Все, то есть, мы уже знали точно, что этого солдата мы опознаем. С этими данными поисковики из Молдовы обратились к своим коллегам из Павлодарского поискового отряда «Майдан Жолы». Всеобщими усилиями нашли родственников пулеметчика Ивана Чередника. И уже через пару месяцев с помощью посольства Казахстана в Молдове под самый канун Великого Праздника Победы останки солдата вернулись на родину, где их встречал внук героя. Все знакомы, все друзья звонили нам. Что вы почувствовали, когда узнали? Что и сейчас, да, эти гордости, чувства раздевают. Это все, что нет. Поисковикам, которые нашли останки Ивана Чередника от имени министра иностранных дел Казахстана, были вручены благодарственные грамоты. Произошло это на торжественном открытии памятника воинам-казахстанцам. Монумент расположился на территории мемориального комплекса «Щерпенский плацдарм». По имеющимся на сегодня данным, только в рамках Яско-Кишиневской операции, которая привела к освобождению Кишинева, погибли 13 тысяч солдат. Сколько из них были казахстанцами, никто не считает, потому что по рассказам поисковиков для них нет разницы, кто какой национальности. Они все бились за одну страну. Все они погибали за то, чтобы на том поле, где сейчас лежат их останки, под мирным небом над головой могли работать люди и выращивать хлеб для своих детей. Асхат Нязов Асид Саргулов, Житокун, Молдова.